Мы решили организовать В такой большой поход, речной поход Экспедиция из Энгельса в Балакова и обратно И с участием людей с разных атомных городов С разных социальных и разных социальных групп И с включением активных людей с инвалидностью Это действительно совместные экипажи Из настоящих профессионалов, яхтсменов, атомщиков И в том числе и людей с инвалидностью Действительно хорошее мероприятие Ведь сам спорт, вот этот парусный спорт Он является своеобразной площадкой Для хорошего взаимодействия между этими сообществами Профессионалов и непрофессионалов Конечно, мы очень долго готовились к этой экспедиции И хотели, чтобы все было безопасно для всех Наш экипаж был необычным Поскольку я попала в команду с турецкими представителями Плюс еще у нас была семья слабослышащих И такая необычная ситуация была в том, что нам приходилось общаться Кому-то вспоминать английский, изучать потихонечку турецкий И плюс ко всему еще разговаривать жестами То есть это было что-то такое необычное И приходилось ориентироваться прямо на месте Чтобы подбирать правильные слова И друг другу понимать Но у нас это все получилось Сначала просто говорили о себе Кого как зовут, кому сколько лет А потом уже начали задавать какие-то интересующие вопросы И все само собой получается Разговариваешь Такое ощущение, что мы были знакомы всегда Поэтому проблем с этим не возникло Мы открывали парус, плыли под парусом Все получилось Управляем, да, немножко управляли Очень прошло интересно и интенсивно эти два дня Мы действительно познакомились с новыми людьми И с новыми культурами Мы совершили вещи, которые казались нам в начале путешествия невозможными Я никогда не думала, что смогу так долго В течение целых дней провести время на яхте И хочу, конечно, поблагодарить весь проект Парусодуха И лично Олега Колпачкова Я был два или три раза уже в самой России, в Казахстане И, конечно же, мы делаем Парусодуха из Турции В этом году тоже будет проект в октябре Участники Парусодуха в Турции Это, конечно, представители организации людей с инвалидностью самой Турции И так как проект международный Это также представители таких же обществ из разных других стран В том году, например, присутствовали представители восьми стран Там у нас тоже происходит такое путешествие по морю Из Финники в Анталию И переход из Анталии в Мерсин И обратно на протяжении пяти дней Участники также проводят время на яхтах А что сложнее получается? Волги полетели по морю? На море сложнее Долгая, чем-то Да, из-за волн бывает, что, конечно, и поташнивает, да, морская болезнь А на Волге все было прекрасно А как тебе удавалось пообщаться? С носок уничтожить С носок уничтожить Мы говорим, конечно, с помощью переводчика С Олегом мы говорим по-английски Ну и просто общаемся жестами И общаемся с нашим помощью Закотела, духа И, конечно, у нас были трудности Потому что на одной лодке у нас И слабовидящие, и слабослышащие И иностранцы И мы все смогли друг с другом найти общий язык Это было здорово И мы рады, что у нас все получилось Всегда желают моряки друг другу безаварийного плавания Вот наше плавание сегодня было абсолютно безаварийным Результатом является хорошее настроение Все ребята у нас научились вязать морские узлы Накупались, нагулялись И благодарят волжан за прекрасную нашу великую реку Все дни жили на лодках Заходили в гавани Необорудованные места для ночевок Поэтому, конечно, некоторые вообще не сходили Капитаны расписали вахты При выходе И по очереди готовили И мыли посуду И убирались И мыли лодки Поэтому у каждого на парусных судах Не бывает пассажиров Все участники – это команда Это экипаж У каждого есть своя роль Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok